Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Тема о семье. Часть 1. Муж и жена сотворены Богом по образу и подобию Божию. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Книга Бытие. Первая глава. 27 стих. Любое человеческое общество при нормальном развитии основывается на трех столпах. Вера – высшее существо. Семья – частная собственность. У христиан – это вера в Святую Троицу Бога Отца и Сына и Святого Духа. Семья, основанная на библейских, евангельских заповедях и правилах, канонах соборов и святых отцов. И частная собственность от трудов своих честных. Богоборческий режим разрушил все три опоры. Рассыпалось государство, семья, наступило обнищание. По восстановлению правильных божественных отношений между Богом и человеком необходимо сегодня в России начать поголовное оглашение, катехизацию, евангелизацию. Наиболее опасным сегодня по этому вопросу является мода на религию, веру. Обмерщение патриаршей православной церкви в России является главным звеном в этой цепи. Неверующие священники, засланные в ряды верующих органами КГБ, враждебные элементы, архиереи, ставленники политбюро, предательская декларация митрополита Сергия, отдавшего церковь в руки атеистов, наиглавнейшая беда церкви. Да коли по всем вопросам, так же и в вопросе семьи, не будет во главу угла поставлено священное писание, каноны церкви, Да то ли все совершаемое в церкви будет делаться не для неба, не для Христа, не для духовного возрождения России, а в угоду темных сил, на пользу врагу душ наших, на потеху врагов Божьих. Подлинное покаяние, истинное обращение к Богу и настоящее крещение, в котором возрождается, воскресает новый человек, где умирает старый грешник, без этого все в церкви будет лишь жалкой имитацией, подражанием истине, обольщением невежд. После грехопадения Бог установил неизменную до ныне иерархию власти. Муж – глава. Цитата. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене – глава муж, а Христу – глава Бог. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Книга Бытие, 3 глава, 16 стих. Внешне это выражено в том, что при бракосочетании жена всегда стоит слева, низшая сторона греховная, как и нижняя перекладина на кресте, наискость наклонена в левую сторону. И на голове должна иметь знак власти, на ней головной убор при молитве и пророчествовании. Цитата. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову, ибо тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 4 по 10 стихи. Цитата. Определяем. Никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужа свойственную. Не носить личин комических или сатирических или трагических. При давлении винограда в точилах не возглашать гнусного имени Диониса. И при вливании вина в бочке не производить смеха, и по невежеству, и в виде суеты не делать того, что принадлежит к бесовской прелести. Посему тех, которые отныне зная сие дерзнут делать что-либо из вышесказанного, если это клирики, повелеваем извергать из священного чина, если же миряне отлучать от общения церковного. Шестой Вселенский Собор, 62 правило. Личины это маски, кто не знает. Ну а сегодня в качестве личин являются фейковые странички в интернете. Отлучать нужно таких мирян от общения церковного. Шестой Вселенский Собор, 62 правило. И даже ради подвижничества не позволяется одеваться женщине в мужскую одежду, не мужу женскую. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим, всякий делающий сие. Книга Второзакония, 22 глава, 5 стих. Если какая-либо жена ради мнимого подвижничества переменит одеяние, и вместо обыкновенной женской одежды облечется в мужскую, да будет подклятвую, то есть под проклятием. Ганский Собор, 13 правило. Поступающий иначе делает это по воле князя дьявола, по обычаю мира. Из послания Фесяна 2 глава 2 стиха взято. Горе ожидает мужа и всю семью, где жена по наущению дьявола добьется равенства с мужем или будет держать пьеменство. В такой семье нет Бога, нет порядка. Растут дети уроды с женской психикой, склонной и податливой к греху и ко всему дурному. Бог запретил женам произносить в церкви единое слово. «Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, но быть в подчинении, как и закон говорит». Первое послание Коринфянам, 14 глава, 34 стих. В книге Исфирь, 1 глава, 17 стих, повествуется о неподчинении царицы своему мужу. «Тогдашний Верховный Совет Империи издал закон, отстраняющий царицу навсегда от царства, дабы прочим женам всех семей да простолюдинам было ясно». И, цитата, «все жены будут почитать мужей своих, от большого до малого». Взаимоотношения мужа и жены кратко выражены так. «В любой ситуации, кроме нарушения супружеской верности, муж должен любить жену свою так, что если того потребует обстоятельства отдать за жену жизнь, как и Христос за церковь. Жена же всегда должна быть послушной во всем мужу и быть безмолвной». Цитата, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставят человек отца своего и мать, и прилепятся к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Послание Ефесянам, 5 глава, 22 стих. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 8 стих. Таков порядок творения. Жена была сотворена потом, специально для мужа. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, «Как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше и не жениться». Он же сказал им, «Не все вмещают слово сие, но кому дано?» Евангелие от Матфея, 19 глава, 4 стих. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». 1 Тимофею 2, 14. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Послание к Колоссянам, 3 глава, 18 стих. «Повиноваться, как прилично в Господе, да не порицается Слово Божие». Титу 2, 5. «Этот порядок сохраняется до ныне. Муж выбирает жену себе, только бы она была верующая, то есть в Господе. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Первое послание к Колинфянам, 7 глава, 39 стих. «Ибо что общего у верующего с неверующим, у овцы и волка? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Второе послание к Колинфянам, 6, 15. «И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Книга Второзакония, 7, 3. «Но если сочетались доуверования, то уверовавшая сторона не должна оставлять оставшегося в неверии, если этот желает жить с ним». Цитата. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем, же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». «Почему ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». Первое послание Коринфянам, седьмая глава, с двенадцатого по семнадцатой стихи. «Брак установлен Богом в раю». «Почему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть?» Книга Бытие, вторая глава, двадцатый стих. «Если кто, епископ или присвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса и вина не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом хуля клевещет на создание, или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от церкви, так же и мирянин». Апостольское правило, пятьдесят первое. «И брачное честное сожительство почетно, почтенно». Ганский собор, двадцать первое правило. «Есть еретики, говорящие, что жена тому не спастись». Цитата. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Первое послание Тимофея, четвертая глава, третий стих. «Таковых церковь отлучает, если кто порицает брак и женою верную и благочестивую с мужем своим совокупляющуюся, гнушается, или порицает оную, как немогущую войти в царствие, да будет подклятвую. «Если кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся им, а не ради самой доброты и святыни девства, да будет подклятвую. Ганский собор, первая глава, девятый стих. «Если жена будет гнушаться брака и по этой причине оставит мужа, она подклятвует». Ганский собор, четвернадцатый стих. «Епископ или пресс-витер или диакон, да не изгонит своей жены под видом благоговения, если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного, а оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина». Апостольское правило, 5-е, 51-е. После уверования трудно найти себе более важный шаг в жизни, как правильный выбор жены мужа. «Почему Библия и поучает искать не внешней красоты, но сокровенного человека нетленной красоты. От этого будет зависеть богатство семьи, воспитание детей, количество и качество друзей, здоровье и долгота жизни, и само вечное спасение бессмертной души. И нет другого, более легкомысленно принимаемого решения, как это – женился на скорую руку, на долгую муку». Эны Пирогов, Ян Амос Каменский утверждают, что самое трудное – воспитание юношества. «А это уходит в самую колыбель, в самое трудное – с детьми водиться и Богу молиться. То есть правильно, пламенно и со слезами совершать сенье для будущего». «Каким быть будущему мужу и жене, всему этому нужно учить с пеленок, внушать постоянно». «Родители, которые не учат детей боговидению, хуже убийц», – утверждает Иоанн Златоустов. Ушинский напоминал, что у ученика уши растут на спине. «Есть у тебя сыновья, учи их с юности и нагибай шивих. Не желай множества негодных детей и не радуйся о сыновьях нечестивых. Кто любит сына своего, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Поблажающий сыну будет перевязывать раны его, и при всяком крике его будет тревожиться сердце его. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. «Лилей, дитя, и оно устрашит тебя. Играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним и после не скрежетать зубами своими. Не давай ему воли в юности и не потворствуй неразумия его. Нагибай шею его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо. Да вы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. «Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его». Книга Сирахова, 7 глава, 25 стих, и 30 глава с 1 по 13. «Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет». Книга притчей, 23 глава, 13 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Книга притчей, 13 глава, 25 стих. «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же останетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Притом, если мы, будучи наказыванными плотскими родителями, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Послание евреям, 12 глава, 6 по 9 стихе. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Послание к евреям, 12 глава, 10-11 стихи. «Метод наказания и ласки должен быть согласованным в меру соразмерно преступлению и не во гневе, а с разъяснением. Отцы, не раздражайте детей, дабы они не унывали». Послание к Колоссянам, 3-21. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Послание к Колоссянам, 3-20. «Я знаю, говорит Златоуст, многие презрели бы обещания вечных благ, если бы были бы свободны от наказания. Потому наказание более содействует спасению, нежели обещания вечного блаженства». Когда император Феодосий-Старший решил дать наилучшее образование своим сыновьям, Аркадию и Гонорию, то велел сделать розыск по Восточной и Западной империи, чтобы найти такого человека, который обладал бы всей мудростью и мирской, и духовной. С великим трудом обрели такого Арсения Великого. Память его 8 мая умер в 450 году. Вот как говорил Феодосий, вручая детей на воспитание, говоря, из них двух императоров. Готовя из них двух императоров, то есть вот этот император говорил Феодосий. «Теперь ты будешь им более отцом, нежели я, потому что труднее воспитать, нежели родить. Приучи их добродетели и обучи их при мудрости, как отец их духовный, позаботься о том, чтобы они избегали разных юношеских соблазнов». Жития за май, страница 246-248. Однажды, войдя в класс, император увидел, что сыновья его сидят, а учитель стоит. Он опечалился и запретил так учить, считая их царями. Он сказал Арсению, что если они не научатся бояться Бога, то лучше, чтобы они не только не были царями, но прежде умерли, чем позволить им вырасти во зле на погибель, как своей собственной душе, так и прочих душ человеческих. Случилось однажды, что Арсений как-то заметил за Аркадием некоторый проступок. Рассердившись на него, Арсений побил его розгою, и при том так сильно, что Аркадий помнил это наказание до самой смерти своей, ибо следы розг остались снатель его. Глупость привязалась к юноше, но исправительная розга удалит ее от него. Книга притчей 22.15 Есть у тебя дочери, имей попечение отели их, и не показывай им веселого лица твоего. Книга Серахова 7.26 Стыд отцу рождения невоспитанного сына, дочь же невоспитанная рождается на унижение. Книга Серахова 22.13 Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...